Всем большой привет! Меня зовут Татьяна. Сегодня будет обзор из магазина FixPrice город Ижевск, улица Собурова, 19В. И начну я сегодня свой обзор с отдела для кухни. Здесь появились интересные новинки, некоторые из новой коллекции. Например, вот этот кувшин для воды, объемом 1,4 литра. Стоит он 350 рублей. Сделан из бора силикатного стекла. Крышка деревянная с силиконовой вставкой. По весу он очень легкий. Даже не знаю, насколько он прочный. Если пользовались таким, то напишите ваши отзывы. Снова в продаже появились металлические корзины. Стоят они 300 рублей. Размер 30 на 20 см. Высота 18 см. Очень симпатичные. Мне кажется, будут еще и в черном цвете. Но в этом магазине я нашла только белые. А вот такая подвесная металлическая корзина в FixPrice появляется уже третий раз. Я себе такую приобрела черную, когда она появилась года два назад. Первый раз. И, кстати, ее удобно использовать не только на кухне. Я, например, ее использую в шкафу под фотоальбомы. Очень удобно. И вы только посмотрите, какую красоту я здесь нашла. Это бутылочка для масла. Тоже из новой коллекции. Стоит она 200 рублей. Объем у нее 250 мл. Сделана она из керамики. Сама крышечка из нержавеющей стали. И на крышке внутри есть силиконовая вставка. То есть крышечка плотно закрывается. И, судя по картинке, в этой коллекции появятся еще вот эти симпатичные банки. А вот эта крышечка сама пластиковая, кстати, очень плотно закрыта. Что очень хорошо. Я не смогла ее открыть одной рукой. Это плюс. Нашла очень симпатичное прямоугольное блюдо. Размером 25 на 16 см. Сделано оно из фаянса. Это, по-моему, еще из коллекции к 8 марта. Вот только что оно к нам пришло. Но, к сожалению, ценника нет. Если знаете цену, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Появились вот такие пластиковые миски за 100 рублей. Объемом 5 литров. Они большие. В таких вот ярких кислотных расцветках. Думаю, удобно их использовать под какие-нибудь салаты для гостей на празднике. Либо для замешивания теста. А сейчас прошу внимания тех, кто болеет блокнотоманией. Здесь появилось несколько интересных, красивых блокнотов. Блокнот номер 1 называется «Русалка». Стоит он 200 рублей. Объем 80 листов. Листочки вот такие, молочного цвета, в точку. Есть закладка в виде ленточки. И сама обложка, она очень плотная. И с такой расцветкой градиент. Цвет, переходящий плавно в другой. Очень приятные и нежные расцветки. Блокнот номер 2. Называется «Креативный блокнот». Он небольшого размера. Очень компактный. Поместится в любую сумочку. Стоит 150 рублей. Объем, кстати, также 80 листов. Листочки белые в клеточку. И знаете, у него обложка, ну, очень приятная на ощупь. Такая матовая какая-то, как будто бы с покрытием soft-touch. Кстати, вот этот декор, он объемный. И сама обложка, она такая воздушная и очень мягкая. И блокнот номер 3 за 200 рублей. Кстати, очень похож на предыдущий по своему исполнению. Обложка тоже такая из такого же материала, тоже мягкая, воздушная. А вот сам этот рисунок, он такой, знаете, объемный. Листочки также в клеточку белые. И объем также 80 листов. И расцветки, конечно же, в ассортименте. И вот тут я вам решила показать, как смотрятся эти блокноты в сравнении. Вот есть такой енотик. Сам материал вот этого рисунка, он тоже, кстати, очень такой приятный. Как будто бы прорезиненный, кстати. Еще одна классная новинка. Это скретч-альбом, проще говоря, гравюра. До этого в продаже уже были скретч-альбомы, но они были формата А5. А это такой полноценный альбом формата А4. Здесь 10 листов. 8 из них радужных, 1 серебряный и 1 золотой. И деревянный скребок, кстати, идет в комплекте. Обложки альбомов отличаются. Перемещаемся в бьюти-отдел. Здесь появилась новая коллекция органайзеров. Покажу несколько из них. Вот такой интересный органайзер необычного дизайна. Как будто бы из нескольких полочек. И, кстати, его можно использовать как вертикально, так и горизонтально. Состав полипропилен. Стоит он 200 рублей. Сверху он матовый. И, кстати, вот еще появился один органайзер из этой коллекции. Стоит он тоже 200 рублей. В виде такого носочка, липа, валенка. Он такой двухъярусный. И вот здесь на картинке показано, как его можно использовать. И, как я уже сказала, сверху эти органайзеры матовые. И если по ним поцарапать, пошкрябать, либо задеть куда-нибудь, то остаются вот такие полосы. Мне кажется, на видео это видно. И еще один органайзер в виде стаканчика. Стоит он 150 рублей. Идеально подойдет для кистей, тушей и карандашей. И еще один органайзер из этой же серии. Стоит он 200 рублей. И вот здесь видно, что внутри у него есть две такие вставки. Они тоже пластиковые, но сделаны они уже из полистирола, прозрачные. И при желании их вообще можно будет убрать. Новые карманные зеркала в такой летней тематике. Они, по-моему, появляются каждый сезон. Вот так оно открывается. С одной стороны обычное зеркало, а с другой с двукратным увеличением. Сверху у них покрытие из полиуретана под искусственную кожу. Рассветки представлены в ассортименте. Еще появились вот такие детские мимимишные расчесочки. К сожалению, без ценника, но думаю, 150 рублей будут стоить. Кстати, зеркало тоже стоило 150 рублей. И посмотрите, эта расчесочка умещается у меня в ладошку. Щетинки у нее довольно-таки жесткие и такие приятные на ощупь. Представлены в нескольких дизайнах. Новые резиночки для волос, такие мягкие, очень приятные, плюшевые. Но они были без ценника, но я думаю, что они 59 рублей будут стоить. Растягиваются очень хорошо. Думаю, будут крепко держать волосы. И представлены тоже в нескольких дизайнах в виде кролика, уточки и свинки. Ну вы только посмотрите, какая милота. Еще одна интересная новинка – это набор декоративных элементов. Стоит он 100 рублей. Вот так он выглядит. Это несколько таких фигурок на фанере. Они легко достаются, кстати, в виде такого пазла. Их можно использовать в качестве декора на открытке, для подарков, как в качестве значков каких-нибудь. И, кстати, их можно разукрасить. Ну а на этом я буду заканчивать свой обзор. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А я желаю вам всех благ, отличного настроения, крепкого здоровья. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.